Я ездил к пострадавшим по видам сотрудника полиции, забирал деньги. На этих кадрах обвиняемый, ранее судимый 25-летний уроженец Уфы. Он выполнял роль курьера, забиравшего деньги у пенсионеров. А до этого на домашние телефоны бабушек поступали звонки по всем известной схеме родственник в беде. Якобы внук или внучка сбили человека и теперь нужны деньги, чтобы вытащить их из тюрьмы. Почему я твой голос не узнаю? А он не говорит. Бабушка, я тоже пострадал. Я была в больнице, мне сделали перевязку и от всего этого, может быть, у меня голос изменился. Так он мне сказал. Таким способом банда мошенников баннула несколько десятков пенсионеров по всей России. В Магнитогорске, Мясе, Челябинской области, в Кирове, в Березняках и Соликамске. Получив такой звонок, конечно, многие из них просто из-за шока, неожиданности, даже не проверили информацию, не позвонили своим родственникам и отдали практически последние свои накопления. Мы отследили курьера и задержали его в Башкортостане. Начал делать это злоумышленник под личиной полицейского еще в январе прошлого года. В среднем он забирал от 50 до 500 тысяч рублей. Сейчас известно о 19 эпизодах преступной деятельности. Дело уже направлено в суд. Любовь Битнер, Наши новости.